Здравствуйте, ребята! Продолжаем знакомиться с рельефом материков. Равнины. Как образуются равнины? Равнины образуются на месте разрушенных гор. Помните, вот так образуются молодые складчатые горы. Внешние силы земли постепенно разрушают их, превращая в древние глыбовые горы. Но и они разрушаются до основания, и на их месте образуются равнины. Равнины могут образовываться на месте отступивших морей. Так образовалась прикаспийская низменность. Равнины могут образовываться из гор, когда во время извержения вулканов потоки лавы заполняют межгорные котловины, образовывая лавовое плато, высокие равнины. Классификация равнин по высоте над уровнем моря. Самые низкие равнины, которые лежат ниже уровня воды в океане, или же от нуля до двухсот метров над уровнем воды в океане, называются низменности. От слова низкий – низкая равнина. Они обозначаются на физической карте зеленым цветом. Возвышенности – это равнины, которые имеют среднюю высоту от двухсот до пятисот метров над уровнем моря. Они обозначены на карте желтым цветом. Равнины, имеющие высоту от пятисот до тысячи метров, обозначаются на физических картах оранжевым цветом и называются плосковорья. Плосковорья – это не горы, это высокие равнины. Итак, низменности, возвышенности, плосковорья. Познакомимся с крупнейшими равнинами мира. Амазонская низменность. Как я определила, что это низменность? Посмотрите, на карте эта территория окрашена в зеленый цвет. Аравийская плосковорья. Как мы определили, что это плосковорье? На карте эта территория окрашена красным в оранжевый цвет. Познакомимся с равнинами нашей страны. Большую часть территории нашей страны занимают равнины. Россия преимущественно равнинная страна. На западе находится огромная восточноевропейская или русская равнина. Центральное положение занимает западносибирская равнина. На востоке расположена Среднесибирская плосковорья. Познакомимся с этими равнинами. Итак, на восточноевропейской равнине в южной части находится самая низкая равнина нашей страны – Прикаспийская низменность. Взгляните, она окрашена на карте в темно-зеленый цвет, что обозначает, что она лежит ниже уровня мирового океана. Эта равнина, напомню, образовалась на месте отступившего Каспийского моря. Западносибирская равнина. Эта территория на карте окрашена в зеленый цвет, что обозначает, что это низменная равнина, ниже 200 метров над уровнем моря. Это плоская низкая равнина. На восточноевропейской равнине есть территория с высотой от 200 до 500 метров. Это среднерусская и приволжская возвышенности. И самая высокая равнина нашей страны – это среднесибирская плосковорья. Территория окрашена в бежево-оранжевый цвет, цвет плосковорья. Первое задание, которое вам нужно будет выполнить. В первый столбик выпишите три вида равнин по высоте над уровнем моря, а во второй столбик – их высоту над уровнем моря. Выделяются плоские равнины. Примером является западно-сибирская равнина и вшхамленные. Примером являются равнины Ленинградской области. Второе задание составит характеристику равнины по плану. Первый пункт плана – положение на материке или территории России. Второе – пограничные объекты. Ими могут быть горы, реки, океаны. Обязательно укажите направление. Например, на западе находится река Енисей. Средняя высота определяет преобладающему цвету. Тип равнины по высоте над уровнем моря. Исходя из третьего пункта, вы выполняете четвертый пункт. Определяете тип равнины – низменность, возвышенность или плоскогорья. Я хочу вам показать, как составляется характеристика равнины на примере бразильского плоскогорья. Бразильское плоскогорье занимает восточную часть материка Южная Америка. К северу от него находится амазонская низменность. К западу – горы Анды. К западу и к югу – лапласская низменность. К востоку бразильское плоскогорье ступенями спускается к Атлантическому океану. Средняя высота этой равнины – от 500 до 1000 метров. Делаю вывод, что это плоскогорье. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.